инструментом. Мы начали говорить ему, ты мужчина, у тебя все получится, сынок, давай вот вместе сделаем что-то, давай вот вытяни диван, расстили. И он там упирается, трехлетний малыш вытягивает, но наконец-то у него получается, ты его много хвалишь, и у него чувство собственного достоинства растет. Каждый ребенок по-своему. Да, индивидуальность, и потому нужно присмотреться, и как раз вот запомнить. Что вы заметили, Штефи, ты сейчас изменилась, ты стала намного веселее, да, вот когда здесь на Украине. Скажи, вот что дало тебе вот жизнь в семье у Тамары и Петра? Ну, очень много разговоров, это очень хорошо. Также то, что меня воспринимают серьезно, я могла самостоятельно что-то делать, доверие. Это очень хорошо. Я думаю, мы не пытались как-то вот сконцентрироваться только на Штефи, потому что она одна из многих детей, семеро детей. Мы ничего специально супер не делали, мы просто жили нормальной, естественной жизнью, показывали друг другу любовь. И я думаю, что по-настоящему, может быть, вот это и зацепило ее. Для меня абсолютно нормально прийти и кого-то с детей там приобнять, спросить, как дела, и, ну, как-то спросить, заметить что-то особенное. Допустим, сегодня наш Сергей получил права, для нас это праздник, я даже подумаю, как торт купить вечером, это дело отметить надо. И может быть, в других семьях это как-то по-другому. Но когда ты даешь каждому ребенку понять, что ты важен, нужен, мы просто думали, как Штефи могла бы себя реализовывать, у нее хороший дар рисовать, играть. Она во времени нормально входит в общение с молодежью. И просто подталкивали ее в эти моменты. Наверное, это и дает человеку чувство значимости, собственного достоинства. Нам со Штефи не сложно. И я просто, когда я был в Германии, и мы снимали передачу, и слушали разговоры, я удивлялся, я не мог поверить, вот искренне не мог поверить, что Штефи вот-вот такое трагичное в ее жизни. Был один такой случай, мы об этом тоже с ней ни разу не разговаривали, я не знаю, ну, как она на это сейчас реагирует даже. Я нашла в ее сумочке сигареты, ты помнишь это, да? И потом так пришлось мне, что сумочку нужно было мне забрать, потому что это моя была, мне она нужна была. Я нашла эти сигареты, и я подумала, как мне нужно сейчас поступить, что я должна разговаривать или не разговаривать. И потом я подумала, нет, я не буду, я просто эти сигареты застегну точно так же в сумочке, как они и были, только в ее сумочке. Я застегнула, и мы больше об этом никогда не разговаривали. Но я думаю, что она все равно об этом думала, а я об этом просто молилась. Я говорила, Господь, я все равно ей ничего не расскажу, что она не знает. Она уже так много знает. И потому, если ты не скажешь, ничего не изменится. Потому я даже ничего не хочу говорить. Иисус, я просто доверяю тебе. И мы постоянно молились, о ней молились, о всех детях молились. Я говорила, Господи, самое важное, что нужно ей здесь, это пережить тебя. Потому что если этого не произойдет, ей никто не сможет помочь. Ни наша семья, ни Украина, никто вокруг. Но ей нужен просто ты лично. Штефи, что у тебя было за чувство, когда ты поняла, что вот Тамара видела сигареты и назад все положила? Вот как это на тебя повлияло? Сначала я не знала, как я должна реагировать, как я должна вести себя в их присутствии. Должна ли я прямо поговорить или наоборот держаться подальше, чтобы никто со мной не заговорил. Но хотя я уже думала, что это как-то странно, я не понимала. Я не привыкла, что назад это все ложится, да? Если бы это случилось у нас дома, то, конечно, сигареты сразу бы изъяли, в любом случае. Помогло тебе это или нет? Я много думала об этом. Я совсем немного после этого еще курила, потом бросила. Хорошо. Штефи, я хочу сейчас показать, может быть, самый жесткий фрагмент из нашей беседы. Но я хочу, чтобы это помогло тебе увидеть истинную причину плохих взаимоотношений с отцом. И, может быть, если вы это поймете оба, то вы сможете идти на сближение и станете хорошими друзьями. Давай посмотрим. Родители и дети никогда не могут стать, скажем, закадычными друзьями. Штефи, моя реакция тоже была. Для меня это был шок. Я думаю, что действительно, это проблема старшего поколения, что где-то раньше нас об этом не учили и не говорили. И, может быть, проблема в том, что отец не верил. Но сегодня, пожив в семье Петра и Тамары, я думаю, ты ощутила, что можно иметь дружбу не только по отношению к себе. Ты видишь взаимоотношения с другими детьми. И я думаю, что когда ты вернешься домой, мне бы хотелось, чтобы ты взяла этот курс, ты увидела, что можно стать друзьями. А ты веришь, что можно стать с родителями, с отцом, да, друзьями? Да. Ты знаешь, вот эту программу уже закончена, увидит отец. И пусть для него это будет тоже, ну как, вот таким добрым знаком, что ты хочешь стать. Ты веришь и хочешь, чтобы вы были друзьями. И я думаю, что у вас это получится. Библия говорит, чтобы отцы не раздражали своих детей и чтобы дети действительно повиновались своим родителям. Как сказала Тамара, вот простое, как бы постоянное напоминание, что ты не прав, ты не прав, ты вот не так делаешь, не по моему взгляду делаешь, на самом деле не меняет. То, что меняет нас, и это относится ко всем, вера и знаки, вот такие вот знаки, то, что я верю, что ты лучше, чем ты сейчас поступаешь. Вот дайте знак своим детям, что они для вас лучше, чем даже то, что вы видите. Вот дети, дайте знак своим родителям, что вы верите в их покровительство, в их любовь, в их дружбу, и что для вас очень важна их дружба. И я думаю, что это будет тем вот сильным моментом, который позволит стать настоящими друзьями. Я бы хотел, чтобы сейчас услышали родители. Это говорит человек, у которого произошел конфликт, и он выкарабкается с этого. Ему нравится, что с ним много разговаривают, что его серьезно принимают. Ему нравится, нравится, что ей доверяют, что она может какие-то серьезные вещи в жизни делать. И я думаю, это то, что лепит наших детей. Очень важна атмосфера в семье. От того, какой она будет, зависит от нас. Чтобы создалась атмосфера любви и восприятия, нужен Бог в этой семье. Я продукт также ДВР. Я знаю новую терминологию, даю всему христианскому миру. Не я автор. Есть терминология БМВ. Более-менее верующие. Так вот, для более-менее верующих и детей верующих родителей сложно создать атмосферу такого восприятия, любви. Нужно быть по-настоящему верующим. Нужно позволить Иисусу изменить прежде всего самого себя. Я думаю, что на Штефе, на моих детей, очень сильное влияние имеет церковь. Хочу сказать, папы, мамы, мы не можем смотреть на какие-то традиции или правила. Мы должны искать живого Бога и эту атмосферу создавать в наших домах и в наших церквях. Штефе, что ты могла бы пожелать молодым людям? Вот нас будут смотреть в разных странах. Что бы ты им пожелала? Я пожелала бы молодым людям, чтобы они, как я, пережили Бога лично. Потому что если они познают Бога, как это сделала я, и будут познавать Его дальше, то они смогут решить для себя многие вопросы. Люди меняются от этого. Об этом надо думать. Я им это желаю. И всем молодым людям я просто желаю просто такого вдохновения, искренности, поговорить со своими родителями, сказать, что вы их любите. И попытайтесь вы наладить с ними взаимоотношения. Попытайтесь со своей стороны сделать все возможным. Просто открыть для себя, что ваши родители любят вас. Даже если не совсем понимают вас, не совсем понимают, как говорить с вами, как дружить с вами. Сделайте шаг навстречу. И пусть добрые перемены, такие как дружба, любовь, взаимоуважение, придут и сегодня в ваш дом. Храни вас Господь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!